Приветствую вас в новом видео уроке, в котором мы научимся работать с текстом в нашем приложении. Также заходите на сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации по этому видеокурсу. Ссылка на этот урок в описании к этому видео. Для создания текста мы будем использовать дисплей и его метод newtext. Почитать про дисплей newtext, конечно же, тоже можно в официальной документации. Ссылку на эту документацию про newtext я оставлю в описании к этому видео. Здесь вы можете более детально ознакомиться со всеми параметрами, которые передаются в этот метод и вообще как это все работает в этом методе. Мы же с вами будем использовать, во-первых, сам дисплей newtext и использовать его два метода создания, то есть создания текста. Вообще он принимает несколько параметров. Это такие параметры, как первый параметр, это может быть группа, в которую мы помещаем наш текст. Второй параметр это сам текст. Третий параметр это получается x координата, четвертый параметр y координата, потом шрифт и потом размер шрифта. Поэтому давайте мы с вами это все и как раз сделаем. Изначально мы добавим новую группу, потому что мы сразу же будем создавать это все как приложение и в этом видео уроке мы уже действительно подойдем к тому, что мы действительно уже более-менее создадим приложение. Оно будет иметь заголовок и будет выглядеть достаточно неплохо. И поэтому мы создаем ту группу, которую мы создавали в прошлом видео уроке. Это мы создаем переменную, которая называется awaitGroup и указываем для нее display newgroup. То есть мы просто создаем пустую группу, в которую будем помещать различные объекты. Далее мы будем использовать изначально первый способ создания текста. И он хорош, но он не настолько... То есть есть еще один метод, который более комфортный для создания текста. Потому что там можно параметры записывать не по очередности, а соответственно не надо помнить, что за чем идет. Но давайте изначально первый метод рассмотрим, который тоже просто стоит знать. И поэтому мы его и будем рассматривать. Итак, display newtext. Далее мы указываем, получается, группу, в которую мы это все закидываем. Это в нашем случае awaitGroup. Далее мы указываем какой-либо текст. Пускай будет привет мир. Ну, поскольку это у нас просто тестовая запись, то пускай просто будет привет мир. Далее мы указываем с вами его координаты по иксу. Ну, это display.content.center.x. И по y. Это пускай будет 90 пикселей сверху. То есть он будет у нас находиться по центру и 90 пикселей сверху. Где-то, например, здесь. Далее мы указываем шрифт. Мы будем использовать встроенный шрифт. Поэтому мы прописываем native. И здесь system.font. То есть это встроенный шрифт, который будет работать у нас на всех устройствах. Далее указываем ширину самого текста, вернее не ширину, а просто размер самого текста. Это будет 24 пикселя. То есть такой достаточно большой у нас будет текст. После этого, если мы это все сохраним, то мы уже замечаем, что у нас действительно вывелся текст, который называется привет мир. И как я говорил, есть еще один метод создания текста. Этот метод, который мы сейчас использовали, он мне не совсем нравится, потому что здесь необходимо запоминать, что за чем идет. То есть сначала идет там типа группа, потом сам текст, потом его координаты и так далее. Мы же будем использовать метод, в котором нам не нужно запоминать, что за чем идет. Кроме того, вот насчет вот этой группы, это я ее записал здесь для того, чтобы мы могли действительно создавать уже полноценное приложение сразу. И все группировать в одну единственную группу. Но также мы можем не добавлять здесь группу. И вот, например, если я пропущу этот параметр, то у нас все равно будет все работать корректно и никаких ошибок, конечно же, выдаваться не будет. Но поскольку мы уже создаем с вами изначально приложение, то я все буду помещать уже в группу. Итак, как мы можем еще создать наш текст? Во-первых, мы его запишем в переменную. К примеру, я ее назову, эту переменную, как myweight. И создаем ее точно то же самое. Это display, new text. Вот так, вернее, text. И здесь мы уже используем тоже фигурные, вернее, круглые скобки, но в них еще дополнительно и фигурные скобки. Вот. Дополнительно здесь мы указываем название тех параметров и их значения, которые мы хотим сюда указать. То есть, например, parent. Это у нас будет основной главный объект. Ну, группа. Мы указываем, что это weight, weight group. Дальше через запятую мы указываем любые другие параметры. К примеру, font size мы можем указать. Font size. Ну, то есть, в перемешку мы это можем указать. Будет 50 пикселей, к примеру. Дальше мы можем указать сам текст, который у нас будет 40, например. Дальше мы можем указать координату x. Это display, content, center x. Вот. И дополнительно y сразу укажем, 53 пикселя, пускай будет сверху. И дополнительно, конечно же, сам еще шрифт, то есть font. Здесь мы укажем native, native, system, system, font. Вот. Ну и, в принципе, все. В конце тоже можем поставить запятую. Это не будет являться никакой ошибкой. Сохраняем такой текст, и мы видим, что вот у нас 40 действительно показываются. Причем, последовательность была абсолютно не важна, и все работает верно. Кроме того, мы, конечно же, сами можем использовать свои собственные шрифты. Для этого я скачал два шрифта. Это obelix, вот такой вот шрифт, то есть вот так вот буквы будут отображаться. А также cus1, вот такой шрифт. Ссылки на скачивание этих двух шрифтов я оставлю в описании к этому видео, чтобы вы могли тоже скачать их и использовать в вашем приложении, если это вам понадобится. Соответственно, оба эти шрифта я переношу в папку caloriesapp. Это наша папка, где и находится файл main.lo, то есть вот он. И мы можем даже заметить, что они здесь действительно и появились. И теперь мы можем использовать их в качестве наших основных шрифтов. Для этого я просто вместо native system font указываю название шрифта, который я сюда поместил. Именно вот это вот название, которое здесь у меня прописано. Не какое-то, которое там на сайте, да, например, а которое именно здесь. В моем случае, к примеру, пускай это будет oblx, при этом расширение добавлять здесь не надо. Если мы это сохраним, то у нас мы видим, что действительно поменялся шрифт и все работает верно. Кроме того, мы можем, на самом деле, наверное, чуть-чуть ее ниже опустить. Ну, пускай 73 пикселя будет, вот так, к примеру, да. И, конечно же, было бы еще идеально сделать то, что мы уже делали с вами не раз. Но, еще раз это стоит сделать, в этот раз уже наверняка, set status bar и установить его как display.hidden status bar. После этого приложение, ну, прям бац, и сразу становится лучше. Так же самое мы можем использовать и второй наш шрифт. Это sues1, вот такой вот он у нас будет, вот, мы можем его заметить. Но я буду использовать именно oblx. Вы можете скачать свои собственные шрифты, абсолютно другие, или же скачать те, которые я вам порекомендовал. Теперь добавим кучу новых переменных и кучу небольшого кода, который уже сделать из нашего просто приложения с текстом. Действительно уже что-то похожее на само приложение. Плюс мы объединим все то, что мы изучали с вами ранее. Итак, что мы с вами делаем? Первым делом мы создаем две переменные. Это weight min, она будет равна 40, а также weight max. Она будет равняться 140. Это будет минимальный и максимальный вес. Эти перемены, они нам также понадобятся потом, когда мы будем создавать слайдеры. И там мы будем ограничивать пользователя, что он может выбрать от 40 до 140 килограмм. Вот, ну, то есть максимальный и минимальный вес. Кроме того, вот этот минимальный вес, он пускай у нас выводится в, ну, как текст, да. То есть мы сейчас просто выводим число 40, но пускай он у нас будет зависеть от именно нашей переменной. Поэтому мы создаем еще одну дополнительную переменную. В нее записываем значение переменной weight min. И, соответственно, эту перемену мы как раз здесь и будем выводить. Ничего не поменялось, но, тем не менее, теперь это уже у нас динамическое значение, которое подтягивается и с переменной напрямую. Дальше мы создали группу, мы удалили, в принципе, статус бар. Вот, можем даже вот так вот поместить. И далее давайте мы также еще допишем, чтобы у нас был задний фон. То есть display set default. И, опять-таки, задний фон, все эти значения, вы можете их подбирать через различные подборщики цветов. Да, то есть, например, в том же фотошопе и так далее. Я же, например, здесь просто уже укажу цвет, который заранее подготовил, то есть это background. И здесь цвет у нас будет следующий. Это 37, деленное на 255. Это 39, также деленное на 255. И это 46, также деленное на 255. После чего мы получаем с вами вот такой вот задний фон. Достаточно хороший и интересный. Кроме того, скопируем это еще раз. И здесь уже мы установим значение как fill color. Оно нам потребуется для установки цвета для текста. Установим 0, чтобы текст у нас был черным. Сейчас это плохо видно, но, тем не менее, мы кое-что сейчас исправим. Добавим некоторые новые объекты и выглядеть это уже все будет хорошо. Далее мы прописываем тот код, который, в принципе, мы уже с вами прописывали ранее. То есть это content width мы берем и отнимаем от него минус 20 пикселей. Это нам потребуется для того, чтобы как раз создать тот же самый круг и тот же самый прямоугольник, который мы ранее с вами уже делали. В принципе, можно скопировать текст из прошлых уроков, но я лучше пропишу это все еще раз, чтобы у нас получалось, чтобы мы просто закрепили дополнительно знания. Вот и все. Поэтому мы пишем new circle. Далее мы здесь пишем, к какой группе это все принадлежит. Принадлежит это к группе weight group. Вот она у нас, пустая созданная эта группа. Дальше мы используем display content width center. По Y 74 пикселя, по радиусу 60 пикселей. А также устанавливаем set fill color, как пускай у нас будет 244 деленное на 255. Вот, например, вот такое что-то. И бац, у нас появляется кружочек. Кружочек достаточно хороший, и плюс мы видим уже теперь цифру как надо. То есть эту цифру мы ее действительно теперь видим. Далее мы то же самое, в принципе, можем скопировать и прописать для new rounded rect. То есть это мы создаем прямоугольник с округленными углами. Тоже его мы записываем в группу weight group. Также у нас получается display center x. Здесь уже единственное 110 пикселей мы укажем. Также мы укажем для него ширину. Укажем для него, ну давайте вот здесь просто, укажем для него высоту как 100 пикселей. И set fill color, а вернее нет, извиняюсь, 100 пикселей высоту. И еще надо же указать, конечно же, скругление углов. Укажем, что оно будет у нас 10 или пускай даже опять-таки 15 пикселей. И set fill color оставляем точно таким же, чтобы они у нас совпадали по цвету. После чего вот мы получаем вот такую вот конструкцию. Уже достаточно неплохо это выглядит. И так это мы все и оставим. Кроме того, мы еще с вами дополнительно один текст будем выводить. Поэтому раскомментируем эту строчку. Она у нас также будет принадлежать к weight group. То есть вот этой одной общей нашей группе. Здесь мы укажем следующее. Последнее не стоило было удалять. Вот, мы пропишем здесь следующее. Укажите вес в килограммах. То есть, к примеру, вот так вот. Килограммах. Окей. Дальше. Display Center X мы оставим точно таким же. По Y пускай у нас будет 90, но вернее даже не 90, а 120, к примеру. Да, думаю, так будет хорошо выглядеть. Дальше, Native System Font мы, в принципе, можем его таким же оставить. Шрифт оставим, пускай даже будет у нас 28, к примеру. Вот, к примеру, такой. И плюс, конечно же, мы можем шрифт тоже поменять. Ну, чисто для интереса, например, поменять его на Obelix. Он станет у нас вот таким достаточно жирным. Тогда нам надо поставить тут, например, 22 пикселя. А здесь тогда мы будем использовать другой наш шрифт с US1. Ну, чтобы оно отличалось как-то. Ну, в принципе, со шрифтами вы можете уже сами играться, как вам только вздумается. Главное, мы действительно разобрались в этом уроке с написанием текста. И плюс мы уже приступаем к написанию самого приложения. Потому что у нас выглядит все теперь уже достаточно хорошо. И это здорово. Также давайте еще чуть-чуть улучшим наше приложение. И сделаем так, чтобы наш весь цвет был, ну, цвет текста был немножко другим. Я подобрал вот такой вот цвет, то есть это 76, 76, 76. Поэтому просто прописываю 76 и делю это на 255. И, соответственно, наш цвет меняется на более такой сероватый, более приятный. Поэтому так мы все и оставим. Кроме того, дополнительно мы пропишем, чтобы к нашей переменной, к нашему общей тексту myweight, то есть к вот этому числу 40, также применялся другой цвет. Поэтому мы здесь используем Set, Fill, Color и установим какой-либо новый цвет. К примеру, я бы хотел, чтобы это какой-то, может быть, красный был. Ну, что-то, например, в этом духе. Чисто попробуем. Если не понравится, то вы можете свой установить цвет. Я также могу свой установить цвет. Но главное, что мы установим и посмотрим, как у нас все будет выглядеть. Итак, сохраняем. И мы видим, что приложение теперь выглядит уже намного-намного лучше. Здесь у нас уже есть уникальная геометрическая фигура. В ней есть текст, который берется с переменой. То есть это динамический текст, по сути. В ней есть дополнительный текст. И дальше мы будем разрабатывать уже полностью всю нашу саму программу. То есть добавлять различные слайдеры, различные кнопки, переключатели и тому подобное. На этом же наш видеоурок подошел к концу. В нем мы изучили немало всего нового и научились работать с текстом. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И переходите на сайт itproger.com. Все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok